Учебный год скоро начинается, а детям 106-й школы некуда идти. Все потому, что происходит слияние этой школы и Терновского лицея. Родители не рады происходящему, так как до лицея идти две остановки и нужно переходить дорогу. Очень печально относимся. Мы здесь живем, близко нам, удобно было и хорошо. Теперь нужно будет ему дальше ходить в школу, минут на 15-20 дальше идти. И здесь класс был дружный. Вообще тут очень теплый коллектив педагогический, очень теплый хороший коллектив. В Терновском райсовете говорят, такое реформирование пойдет только на пользу ученикам обеих школ. Условия в лицея намного лучше и детям там будет хорошо. К тому же это большая экономия. Учителя долгое время работают в родной школе. Говорят, здесь есть все необходимое, кроме капитального ремонта. Его тут не проводили уже более 10 лет. Крыша протекает настолько сильно, что третий этаж здания закрыт, так как на потолке и стенах плесень и невозможно дышать. Мова не идет, не шла. Нам не говорили, что нашу школу закрыют. Говорили про взлетие. То есть взлетие с Терновским лицеем. И когда нам зачитывали этот наказ, то действительно были наданы вакансии. Каждому вчителю, насколько я знаю, каждому вчителю было надано альтернативное какое-то рабочее место. Всех детей из 106-й школы должны перевести в Терновской лицей без вступительных экзаменов. Но теперь лицею придется менять устав учебного заведения. Так как раньше сюда принимали детей, начиная с 5-го класса, а теперь нужно создавать начальную школу. Завудь говорит, готовы принять и школьников, и учителей. Мы очень рады принять всех учителей, потому что это расширится наш коллектив. Наши учителя будут рады познакомиться с другим досвидом работы. Наши учащиеся занимают призовые места в городских конкурсах, всеукраинских конкурсах. Мы лучше всех в Терновском районе сдали за внешне незалежное отсидевание. В школе номер 106 и лицея учится приблизительно одинаковое количество детей. Чуть более 100 человек. Но ремонт в лицею проводят ежегодно, а в школе давно ничего не делали. Если 106-ю закроют, то здание может превратиться в очередное пристанище для бездомных или наркоманов. Депутаты уверены, город с таким большим бюджетом не имеет права закрывать школы. Необходимо проводить ремонты не в избранных заведениях, а во всех, не разделяя на любимчиков и плохих детей. Сумма общих расходов бюджета города в 2016 году составляет 5 миллиардов 255 миллионов гривен. На капитальные затраты отдела образования выделяется всего 33 миллиона гривен. Отсюда, как последствия, закрытие школ 10-й, теперь 106-й. Город должен ремонтировать, а не закрывать учебные учреждения. Депутаты от Солидарности считают, что необходимо вести мораторий на закрытие школ, садиков, а также больниц. После закрытия школы детям придется ходить намного дальше, чем раньше. А родителям первоклашек опаздывать на работу, чтобы лично отвезти малышей на уроки. Галина Гонзенко, Роберт Сиваков, Первый городской.